8 сентября в Башкортостане проходит главное политическое событие года – единый день голосования. Помимо выборов главы региона, в этот день в республике также проводятся местные выборы в городских и сельских поселениях. В Кургазинском районе для проведения голосования открылось 50 избирательных участков. В селе Ермолаево участок 2500 – самый крупный. Около полутора тысяч избирателей находятся в его списках. Здесь же отдает голос и глава администрации Кургазинского района Юла Ильясов. У главы Кургазинского района пока нет местной прописки. Для того, чтобы попасть в списки избирателей на участке, он оставил специальное заявление на сайте госуслуг. Я на сайте госуслуг подал заявление о том, чтобы меня прикрепили сюда, на этот избирательный участок номер 2500. Меня сюда прикрепили, я в списках избирателей здесь, я отдаю свой голос, исполню свой долг именно здесь. Я считаю, что сегодня очень знаменательный день, единый день голосования по всей России. У нас, в том числе в нашем районе, тоже проходят двухуровневые выборы. Выбирается глава республики, выбираются депутаты сельских советов. Выборы идут достаточно активно. На 10 часов у нас уже проголосовало примерно 16%. Я считаю, что это хорошая цифра. Народ активно голосует. Праздничное настроение, хорошая погода. Я хочу пожелать всем нашим избирателям сделать свой выбор, исполнить свой долг. В этом году на два часа увеличилось время голосования. Теперь участковые комиссии работают с 7 утра до 9 вечера. Основной же поток избирателей, по словам председателя участка номер 2500 Олега Сизикова, приходится на промежуток между 9 и 11 часами дня. У нас очень активные, постоянно активные избиратели наши. У нас даже в 7 часов при открытии очень большой наплыв, потому что у нас в нашем микрорайоне проживают люди, которые сидят на других участках, как представители, как участники комиссии. Основной наплыв у нас обычно бывает где-то массово, где-то с 9 до 11, потом небольшой перерыв, потом где-то с 6 до 7 и опять идут. По традиции отметили тех, кто впервые пришел на участок в качестве избирателя. Для них комиссии приготовили подарки и грамоты. Для Романа Ляшенко эти выборы стали первыми. Роман впервые сегодня голосовал, да? Да. А как считаешь, это важно вообще для жителей страны, для жителей района ходить на выборы? Да. Ну, как бы получается, мы выбираем каждого для себя главу района, чтобы нам потом жилось хорошо, чтобы делали каждый раз, каждому году новые дороги. Вот смотрю, как перед выборами прошла, но площадки начали новые открывать, дороги начали заново строить. Как бы это всегда к лучшему и району, и республике Машкортостан. К половине 11-го свой голос уже отдали около 25% избирателей от общего количества зарегистрированных на участке. Но в целом обстановка на избирательном участке спокойная. Люди активно голосуют. Активное участие населения показывает тот факт, что наше население проинформировано. То есть, значит, комиссия проработала, отвестила. Ну, а мы, как наблюдатели, будем смотреть законность происходящих мероприятий. И я думаю, пока никаких нарушений нет. Все правильно. И комиссия отрабатывает свою часть. Каибы работают. Перебоев пока не было с техникой. Поэтому, я думаю, закончим. На самом высоком уровне. Сегодняшний день – это очень важный день. Важные события для нашей республики и для каждого жителя нашего Кургазинского района. Лично для Ермолаева. То есть, мы сегодня пришли, отдали свой голос. Значит, за руководство республики, за местное самоуправление, за депутатов. Чтобы наши дети, внуки жили нормально. Чтобы работа была в поселке. Чтобы в школе было все нормально. Это же наша жизнь. Наше будущее, наши детей. Будущие внуков. В первой школе к выборам подготовились как к празднику. На участке номер 2497 школьники встречают избирателей вокальными и танцевальными номерами. Работает буфет. Основной поток людей здесь ждут ближе к полудню. Обстановка в целом очень хорошая. На момент начала голосования на школьном избирательном участке зарегистрировано 955 избирателей. На этот час проголосовало уже свыше 30% избирателей. На участке у нас работает, организована работа буфета, также концертные номера. Люди идут с хорошим настроением и с надеждой на светлое будущее. Возможность посетить избирательный участок есть не у всех. Для тех, кто по каким-то причинам не может проголосовать лично, работает выездная избирательная комиссия. Такое отношение к избирателям позволяет учесть голос каждого. Для меня важно отдать голос. Приехали домой, я голосую. Пока что в листе значится 17 человек, однако список может увеличиться. В день голосования заявки на выезд избирательной комиссии принимаются до 16 часов. Наша работа проходит после того, как люди, избиратели, которые не имеют возможности прибыть в день голосования на избирательный участок, чтобы проголосовать внутри помещения, они подают заявки, либо через это устное обращение, либо телефонное обращение. После этого комиссия выезжает к этим избирателям, голосует активно, они нас уже ждут. В голосование мы, естественно, вмешиваться не имеем права. На данный момент мы уже проехали 13 адресатов. Все они проголосовали, проявили свою гражданскую позицию. В этом году время голосования увеличено на 2 часа. Те, кто раньше по каким-то причинам не укладывался в срок проведения выборов, получили возможность отдать свой голос. Ведь именно от того, как мы проголосуем, будет зависеть наше будущее.